Приветствую, друзья! На сегодняшнем занятии у нас речь пойдет о типах переменных string и date. Соответственно, string это строка переменной длины, и используется она для передачи текста. Размер ее составляет 10 байт плюс длина строки. Также есть переменные с определенным количеством длины строки. Для начинающих это нужно просто знать, если интересно, можно дополнительно посмотреть информацию в интернете. И размер от 0 до 2 миллиардов. Для того, чтобы объявить переменные, давайте перейдем в программу Excel, напишем небольшую процедуру через camelCase, как я и говорил. То есть camelCase это верблюжная нотация, когда каждое слово начинается с большой буквы. Далее зададим dim.i.as.string и дадим ей какое-нибудь значение, которое выведем в окно. Hello World. Для того, чтобы вывести окно, мы используем MessageBox, пишем i. Нажимаем F5, у нас появляется всплывающее окно Hello World. Обратите внимание, что текст записывается в двойных кавычках. Для того, чтобы задать следующие перемены, мы можем через запятую без i перечислить, допустим, F12. И также задать формат string, написать число 12 был присвоен формат текста. И если мы напишем z равно z плюс z, то в итоге у нас получится 1212. Видим. Он у нас исклил, потому что тип данных мы задали в формате string. Также переменные можно объявлять при помощи типов. То есть выглядит это так. dim.i.$ и запятая z$. Знаки долларов обозначают типы переменных, которые мы можем посмотреть в полный перечень презентации. Видите? Да, string у нас передается как доллар. То есть мы не пишем полную запись, а пишем короткую запись. Это очень удобно в дальнейшем будет и этим частенько пользуется. То есть dim.i.$ и стринг. Полная запись равна вот такой записи. Второй тип данных, которых мы сегодня рассмотрим, это у нас тип данных, это дата и время. Размер у них 8 байт. И считаются они от 1 января 100 года до 31 декабря 1999 года. Обратите внимание, что даты в Excel в самой программе считаются от 1 января 1900 года. Теперь давайте напишем второй макрос, который протестирует тип переменных датам. И зададим ему следующую переменную. Обратите внимание, что сокращения для даты нет. Дадим значение для переменной 22.01.2020. Значение в кавычках. И выведем эту переменную в окно. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Следующую среду в то же самое время. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok